Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, впереди вас ждет много интересного. В советском кинематографе вплоть до начала перестройки строго следили за цензурой. На экранах советская женщина должна была выглядеть волевой, трудолюбивой и целеустремленной строительницей и коммунизма, комсомолкой, спортсменкой и красавицей, но никак не предметом желания. Представляем вам пять актрис, которым в возрасте до 30 лет довелось засветиться в купальниках в известных на всю страну фильмах перед советскими зрителями. 18-летняя актриса предстает перед зрителями в модном красном раздельном спортивном купальнике в новелла на вождение популярного фильма, когда во время подготовки ее героини Лиды к экзамену в политехнической техникуме вместо подружки на автомате приводит домой Шурика и, спасаясь от жары, снимает перед ним летнее платье. Тогда у советских зрителей не возникало вопроса, почему героини носят под одеждой купальник, а не белье, ведь на пляж она вроде не собиралась. Но с точки зрения режиссера Гайдая все понятно, окажись там белье, и так довольно фривольную по советским меркам сцену обязательно бы вырезали при приемке картины. Комсомолка Нина, которую играет 19-летняя обаятельная и накачанная выпускница циркового училища Наталья Варлей, в небольшой сцене предстает перед зрителями в модном тогда слитном купальнике черного цвета с интересной вставкой в черно-белую полоску за сушкой промокшей одежды после спасения непутевого Шурика из быстрой и холодной горной речки. Брюнетка с короткой стрижкой Наталья Фатеева и длинноволосая блондинка Наталья Кустинская одними из первых появились на советском экране в купальниках в популярной молодежной комедии про летний отдых в Крыму дикарем. 27-летнюю актрису в образе роковой дамы Анны Сергеевны, подосланный контрабандистами, зрители увидели в одном зеленом купальнике во время крайне провокационной по тем временам сцены соблазнения примерного семьянина Семен Семеновича Горбункова в гостинице. Она, раздеваясь под песню «Помоги мне», пытается споить непутевого героя Никулина, чтобы снять с него гипс с бриллиантами, но в решающий момент застежка лифчика срывается, а в номер врываются управдом с женой. В легкой летней комедии про отдых в Сочи в разгар курортного сезона 27-летняя актриса в образе импульсивной матери-одиночки Наташа на радость мужской половине отдыхающих на пляже появляется в раздельном синем купальнике в цветочек. По нынешним временам все очень скромно, но тогда это было довольно смело, поскольку большинство женщин в СССР предпочитали закрытые купальники, чтобы не оголять ничего лишнего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Впереди вас ждет много интересного.